Конференция подобного рода впервые прошла на региональном уровне. Медицинский туризм – вопрос более чем актуальный. По данным, которые озвучил глава региона Николай Любимов, эта отрасль еще и крайне прибыльная. За прошлый год объем денежных вливаний в мировую копилку составил более 10 миллиардов долларов. При этом доля России составила лишь 250 миллионов долларов. По прогнозам специалистов, эта цифра будет расти за счет активной работы регионов в этом направлении. Развивать мы сейчас стараемся высокотехнологичную помощь. То есть то, чего нет в других регионах. Недавно совсем ряд операций наши медики сделали и в УКБ, и в кардиологическом центре, которые делаются только в федеральных центрах. То есть другие регионы просто не могут делать. И это как раз направление способно привлечь реально большое количество людей, как из других регионов, так и из-за границы. При этом в финансовом плане выигрывают все и федеральный центр, и область. Уже на сегодняшний день можно сказать, что более 40% людей приезжают в Рязанскую область для того, чтобы посетить стоматологические клиники. Задача номер один – добиться подобных результатов и для других отраслей медицины. При этом есть существенное разделение на частный сектор и государственный. В последнем случае будут разработаны специальные квоты по программе обязательного медицинского страхования. Здесь пациенты не должны будут платить за оказание помощи, за них заплатит страховая компания. То есть деньги из страховых компаний других регионов будут поступать в наш. Таким образом решается сразу несколько важных вопросов. Во-первых, возрастет интерес инвесторов. Во-вторых, будет значительно повышено благосостояние работников отрасли. Да и уровень оказания медицинской помощи с каждым годом будет только выше. В том регионе, куда идут люди, значит здесь высокие технологии, значит здесь квалифицированные кадры, значит здесь качественная медицинская помощь. И именно вот это дает развитие как раз всему здравоохранению. Мы сейчас видим, вы наверное видите, что действительно здравоохранение сейчас качественно развивается в Рязанской области, проводятся уникальные операции, появились определенные лидеры. Поэтому наши люди, в том числе, будут получать наоборот очень высококвалифицированную качественную медицинскую помощь. Медицинский туризм сейчас безусловный мировой тренд. Наметилась устойчивая тенденция, когда пациенты не только из стран ближнего зарубежья, но и Европы им едут поправить здоровье в России. Хотя, конечно, есть некоторые странные лидеры, у которых стоит поучиться. Это и Германия, и Израиль. Но ввиду событий, происходящих в мире, глобальных событий, у России появляется замечательный шанс выдвинуться в этом направлении. И замечательно, что Рязань уже предлагает определенные пути к тому, чтобы развивать медицинский туризм, продвигаться шагами, уверенными в этом направлении. Несомненным лидером среди медицинских учреждений региона стала областная клиническая больница. Только за прошедшие полгода там провели более 650 уникальных операций. Именно в УКБ пытаются попасть жители других областей за тем уровнем помощи, который они не могут получить у себя. Сейчас уже новый тренд есть. Люди уже едут не в какую-то клинику, включая ведущий ФГУ, а уже на конкретного человека, на конкретного эксперта. Где он уже будет их оперировать? В этой ли клинике, либо в какой другой? Уже вопрос второстепенный. И вот это сейчас выходит на первый план. Поэтому основной задачей, которую мы у себя в клинике развиваем, это прежде всего развиваем специалистов, чтобы уже приезжали не только к нам в клинику, как в клинику, но и к конкретному специалисту, который известен не только у нас в России, но и в мире. По словам специалистов, Рязань, благодаря сравнительно невысоким ценам, удобной логистике и высочайшему уровню медицинского обслуживания, действительно может стать достойным преемником ведущих мировых клиник. Именно к такому результату сейчас и стремятся на самых разных уровнях. Конечно, были определенные опасения по поводу того, что из-за наплыва пациентов из других регионов снизится доступность медицинской помощи для местных жителей. Но по всем прогнозам они не сбудутся. Мария Руда, Олег Парамзин, телекомпания «Город».